В игре День Святого Валентина отмечали на этот раз в русском стиле. Это получилось благодаря творческому визиту Березовского вокального ансамбля русской песни «Полель». Как удалось совместить католическую традицию с исконно русским колоритом, расскажет Оксана Дятлова. День Святого Валентина, как известно, праздник католический, однако широко отмечается во всем мире. Добрался он, наконец, и до россиян. Как и в других странах, со временем он полностью утратил свое религиозное значение и превратился в день, когда люди могут просто смело и открыто признаться друг другу в своих искренних и глубоких чувствах. Последний опрос социологов показал, что отмечать нынче этот праздник собрались меньше половины россиян. Дамир, а как ты отмечаешь День Валентина? Никак. Почему? Ну, я не считаю его за праздник. Почему? Ну, потому что это католический праздник, а я другой верой просто. День Святого Валентина, как правило, это праздник пришел из-за бугра, если честно сказать. Наш праздник – это День Святых Петра и Февронии. Но все равно как-то вот он попал в календарь, и люди отмечают этот праздник. Женская часть населения оказалась более благосклонна к новому празднику и его традициям. Ведь так приятно получить в этот день целый ворох Валентинок с признаниями в любви. Да и лишний повод для романтики не помешает. В нашей жизни бы хотелось, конечно, немножко разнообразия. И имеется в виду, это же как бы семейный все-таки праздник. Ну, имеется в виду День Влюбленных, это как бы между мужчиной и женщиной. И, наверное, нам вот не хватает иногда. Ну, потому что проблемы, заботы чаще. И мы об этом не думаем. А иногда, наверное, стоит вот так вот остановиться. И вот, о, есть такой праздник, и почему бы не устроить друг другу приятное, сделать вот. Приятный сюрприз для игримской публики подготовил ансамбль русской песни «Полель». Гости из районного центра привезли целую концертную программу. Кстати, в прошлом году коллектив отметил первый юбилей. Первое десятилетие своей творческой жизни. Если кратко, все началось в 2005 году, когда у Березовского хора ветеранов появился новый молодой руководитель Алена Колганова. Пенсионерам повезло вдвойне. У них появился и свой баянист-аккомпаниатор по совместительству муж Алены. И тогда возникла идея сформировать новый ансамбль. Состав он всегда должен обновляться какими-то новыми силами. Мы элементарно с Николаем Николаевичем развесили по поселку объявление, что приглашаем в такое-то время желающих петь. Нам пришло практически 10 человек, и вот они с нами остались с 2005 года. День святого Валентина на этот раз приобрел особый русский колорит. И это никого особо не удивило. Ведь в древнерусской языческой мифологии Палель – сын богини любви Лады, младший брат бога Леля. Считался божеством брака и супружества. Палель благословлял людей на семейную жизнь, поэтому к Дню всех влюбленных имеет прямое отношение. Очень теплая дата. Мы ее всем коллективам всегда отмечаем. И поэтому мы с огромным удовольствием решили именно 14 февраля, в День святого Валентина, приехать. И подарить вам, и поделиться своей радостью. Ну, естественно, своим творчеством. Мы начнем с того, что песня, либо несчастная любовь, либо счастливая любовь, это все отражается в песнях. Поэтому, наверное, мы любим песни. То есть там практически все песни о любви. Поэтому мы эту тему все время поддержим. Я вижу, я снова вижу тебя такой В детской мини-юбке, что мой покой, Мой сон превратили в шуте в тебя. Я умоляю тебя. Пусть все будет так, как не захочешь. Пусть твои вода, как плеси горят. С праздником! С Днем Святого Валентина!